Владимир Пастухов, политолог, старший научный сотрудник университетского колледжа Лондона. Спасибо большое, что нашли время с нами поговорить. Если вы не против, я хотел бы это сделать с интервью не таким набором понятных прогнозов от вас, поскольку прогнозы ваши относительно развития России сбываются с удивительной точностью. Например, вчера я читал ваше интервью, которому ровно год. И в марте 2021 вы сказали, что Путин развяжет новую войну до 2030 года, чтобы сохранить свою власть. Войну он развязал. Как долго теперь он сможет сохранять власть, как вам кажется? Очень осторожно. С поправкой на то, что ситуация вышла из-под контроля человечества. Человечество в широком смысле, потому что сейчас она развивается уже сама по себе. И воля отдельных людей, в том числе и тех, кто эту ситуацию создал, уже не может повлиять существенно на то, что будет происходить. Существенно на то, что будет происходить, может повлиять только одно. Ожесточение на линии фронта. Поскольку ожесточение на линии фронта вещь предельно малопредсказуемая, поскольку все прогнозы, зависящие как дериватива от нее, они просто рыпаются. Но очень осторожно на ваш вопрос, я бы ответил так. То, что Путин не удержался и переступил эту черту, существенно сокращает его шансы на длительную и спокойную старость. Вот как бы так. То есть, с моей точки зрения, мы можем только говорить о следующем. Это упрочивает и удлиняет срок во власти? Или это, как говорят, ванны челленджит ее? Это то, что, скорее всего, является серьезным вызовом. И, с моей точки зрения, если до начала этой операции речь шла вполне осязаемо о критичных сроках для меня, как с 26-го, 7-го где-то по 32-й годы, где-то в этом промежутке должен был сработать момент усталости металла, то сейчас, я бы сказал, в зависимости от ситуации, все может развиваться в диапазоне от нескольких месяцев, если это острое воспаление дурости, и до нескольких лет, если удастся смикшировать какие-то результаты. А как вам кажется, путинская элита это понимает? И что ее тогда ждет? Тем более, что я еще одну вашу фразу процитирую. Проиграет Путин элите не жить, выиграет тем более. И что они в этой связи будут делать сейчас, как вам кажется? Мне кажется, что путинские элиты это сейчас очень широкий спектр лиц и категорий, внутри которого очень много слоев. То есть есть часть путинской элиты, которая на самом деле за тебе и за тебе, как в моем любимом фильме было сказано. Это те люди, которые не только мыслят как Путин, но которые даже опережают его в этом своем мышлении. То есть они поражены той же сектантской идеологией, которая стала как злокачественная форма ментальной болезни распространяться в части русских элиты. Поэтому эти люди пока лишены возможности рефлексировать. Есть другая часть путинских элит, которая напуганная. Но они напуганы тем, что они выведены из зоны комфорта. И они пока просто в процессе осознания степени фиаско. Скажем, мягко это так. Поэтому поскольку вся глубина этого фиаско ими неосознанна, то основная действующая модель поведения – это пройти между струй. Вот пока для значительной части между струй – это стратегия. То есть между струй пытается пройти Абрамович, как самая крупная и заметная фигура. Соответственно, все остальные, кто помельче, они копируют это его поведение. То есть они пытаются сделать вид, что они вообще здесь мимо шли и случайно оказались в этой комнате в неприятный момент, когда кого-то стошнило. Очень маленькая часть путинской элиты реально осознает масштаб произошедшего. Эти люди замерли и пытаются понять, как им выжить. И они не демонстрируют своего осознания, поскольку это просто опасно. А в этом замерзшем состоянии как долго можно пребывать, что ли? И стоит ли тогда вообще ждать каких-то решительных резких действий от той части элиты, которая сейчас в замерзшем таком состоянии пребывает? Но все понимает при этом. На сегодняшний момент мне трудно пока себе представить каких-то резких действий от какой-то части элиты, поскольку болезнь слишком запущена. То есть все находятся... Вот вы видели этот длинный столб, и все слишком далеко находятся друг от друга, чтобы бросаться канделябрами. Поэтому в принципе просто жизнь, история, она должна видимо очень существенно поменять ситуацию, для того, чтобы конфигурация рассадки за столом поменялась. Поэтому пока сегодня нет ситуации, для которой любое телодвижение не было бы смертельным для представителей той элиты, которая попытается рыпнуться. Соответственно, мы можем на что только рассчитывать? Можем рассчитывать на то, что история пришла в движение. История. Вот главный субъект, который сегодня тасует карты за этим длинным столом. Не люди, которые там сидят. Понимаете, это как вот пианино. Бывает такое вот пианино. Вы знаете, оно стоит на дачах очень многих русских олигархов в Европе. И даже некоторые президенты любят побаловаться им. Которая играет само по себе. То есть ты так сидишь с умным лицом, руки кладешь, играешь какую-нибудь поп-мелодию. А на самом деле ты ничего не играешь, потому что клавиши сами там ходят. Вот сегодня у нас вроде как бы есть элита, которая как бы в России сидит за неким столом во главе с президентом. И как бы они играют в политику. Им кажется, что они раздают там карт. На самом деле они просто держат руки, а карты сами прыгают по этому столу. Потому что тасует их давно история. И пока история не создаст абсолютно новую конфигурацию, то есть говорить о намерениях этих людей, о том, что они думают смешно. Они могут думать себе все, что угодно. Они сегодня ничего не могут сделать. И ни о чем, кроме того, как выжить, они думать на самом деле не могут тоже. Но может так сложиться, что эти карты лягут самым неожиданным, непредсказуемым для всех нас образом буквально через несколько месяцев. И тогда мнение этих людей может оказаться востребованным. Я много слышу как раз по поводу следующих нескольких месяцев, что это будет некий определяющий период времени. И майские праздники называются, и другие какие-то числа. Но все в пределе двух-трех месяцев. Вопрос, который не могу вам не задать, потому что ответ на него, понятно, может быть, не знает сейчас ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский. Но тем не менее, как вам кажется, когда и чем закончится эта война? Насчет этой войны есть три возможных финала. Это оккупация всей Украины. После чего должна последовать оккупация Молдавии и, возможно, Грузии. После чего русская армия упрется лоб в лоб уже в территории, которые юридически и фактически закрыты зонтиком НАТО. И надо будет принимать решение о том, хотим мы или не хотим Третьей мировой войны, вот здесь и сейчас. Эта война может закончиться каким-нибудь позорным пшиком, совершенно неожиданным каким-то котлом, в котором значительная часть армии русской понесет потери, которые уже невозможно будет интерпретировать как выдающуюся победу, и все это скатится в сторону Крымской войны 19 века, то есть с ощущением национального позора или русско-японской войны 1905 года. Это такие два крайних сценария. И третий сценарий – это война вывалится в позиционную войну, кровавую, жестокую, где украинцы, дерущиеся на своей территории в абсолютном соответствии с тем описанием морального духа, который Зеленский дал в своем запретном интервью вчера российские в СМИ, будут упираться за каждый камень, где российские войска будут то наступать, то отступать, достигать каких-то тактических успехов, но не достигать своего стратегического результата, и тогда наступит какая-то точка, в рамках которой сторонам придется искать какой-то компромисс. Вот два этих крайних варианта, они могут быть, но как любые крайние варианты, это все-таки экстрим, когда реализуется один из крайних сценариев. Соответственно, ну вот это широкое поле упорной, кровавой борьбы, это является для меня самым, наверное, реалистическим сценарием. Соответственно, почему этот срок вот два-три месяца? То есть, это срок, который, с моей точки зрения, наиболее реалистичен для того, чтобы сказать, что в течение этого времени возможно продолжение максимального напряжения имеющихся сил обеими сторонами, без того, чтобы они стали при необходимости принять какое-то экстраординарное решение. Ну, то есть, для Москвы это либо объявление реально уже тогда всеобщей мобилизации, переход к военному положению, что сильно замутнит представление русского народа о том, что это какая-то спецоперация, а вовсе не война, и придется иначе уже с этим народом разговаривать, либо применение ядерного или химического оружия, что напугает восточных соседей России, прежде всего Китай, Индию и Турцию, потому что им сложнее будет в этой ситуации занять позицию нейтралитета, и возникнет действительно угроза полной экономической блокады, изоляции, что нехорошо. То есть, вот с моей точки зрения, 2-3 месяца это время проверки воли и одержимости. Понимаете? И эти же 2-3 месяца такой нормальный психологический срок, который, в принципе, о чем я, собственно, и писал, народом сегодня отпущен, как бы для того, чтобы это все рассосалось по сценарию Крым-2014. Поэтому вот, да, я думаю, что есть некий шанс, что через 2-3 месяца, допустим, упорных и кроваволитных боев будет достигнута какая-то точка компромисса. И где бы она не была достигнута, ну, будем называть вещи своими именами, это будет победа Украины. Я еще вернусь к этому компромиссу возможному чуть позже. Сейчас вот о чем у вас хотел спросить. Говоря о России, вы также писали, что война продолжится в своей естественной форме уже как гражданская. Кого с кем? Можно уточнить. Первое. Эта война изначально является гражданской. Это гражданская война. Вы имеете в виду войну не в Украине, а в России? Я просто уточню. Я имею в виду, что война в Украине есть всего лишь продолжение гражданской войны, вынесенной наружу. То есть вот последовательность здесь прямо противоположная. Вот сначала гражданская война в России. Эта гражданская война в России, по сути, ведется на территории другого государства. Но это гражданская война России. Это Россия сама с собой так разговаривает сегодня. Понимаете? Конфликт вообще в целом, если смотреть его гносиологию, этот конфликт уходит в болотное движение 2010-2012 годов. Вот тогда в России состоялась чахлая придушенная революция. Тем не менее, загасить эту революцию удалось только выплеснув ее наружу из страны и залив от цистерны националистического угара. Когда это произошло, проигравшая русская европейская партия вынуждена была притихнуть и вела ожесточенные 8 лет бои, отступая. А соответствующая противоположная националистическая партия, она набирала обороты. В 2019 году произошла вторая стычка. Почему? Потому что эффекта Крымнаша, то есть эффекта вот этого позитивной мобилизации на аннексии Крыма, его стало не хватать. Возникли волнения в городах новые. Стало понятно, что психологическая мобилизация падает, и это подтолкнуло власть к переформатированию режима из националистического к ультра-националистическому. Я не буду называть, как бы, как называются аналогичные режимы в европейской культуре, понимаете? Но это соответствует фазовому переходу, скажем так, от 29-го, 33-го к 33-му, 45-му. Так вот, произошел этот фазовый переход, он у нас произошел где-то в промежутке между январем 20-го и осенью 21-го года. То есть мы полностью переформатировали общество, и результатом этого переформатирования общества стала вспыхнувшая внутри России гражданская война между культурным подклассом, назовем его русских европейцев, то есть это такое вот довольно мощное культурное образование, в принципе, ориентированное на европейские ценности, и, скажем так, сплотившимся вокруг власти культурным подклассом русского, православного, архивного такого меньшинства. И вот между ними началась гражданская война. И эта гражданская война выбрешнулась на территорию Украины агрессией, поскольку, собственно говоря, это был метод победить в этой войне. Под предлогом этой украинской войны они решают свои внутренние задачи. То есть, по сути, если говорить так глобально, если отбросить то, что они сами о себе думают, а говорить об их практических целях, цели этой агрессии против Украины достигнуты. Они за месяц сделали переформатирование русского общества больше, чем за предшествующие восемь лет. То есть им удалось все то, что при других условиях, без объявления войны, сделать было невозможно. Выбито эхо, выбито практически вся более-менее независимая пресса, поставлен под контроль интернет, уничтожены практически все достижения Горбачевской перестройки. Понимаете, были такие неликвидные активы, скажем так, неуничтожаемые активы перестройки, которые несмотря на все 20 лет люди боялись трогать. Они сейчас практически почти все уничтожены. Там остатки будут этого права на эмиграцию, которая тоже скоро слопнется. Поэтому эти цели достигнуты, они получили общество мечты. И достигнуть этих целей без войны было невозможно, потому что война это и есть предлог для того, чтобы достигнуть эти цели. Поэтому в принципе они свое достигли. У них сейчас война идет инерционно. Они, это вы кого имеете в виду? Они, это та идеологическая группа, которая контролирует сегодня формальную власть. Потому что реальная власть в России принадлежит облаку. То есть мы не видим реального политбюро. Кто бы его там не пытался вычислить. Потому что сегодня это напоминает, ну в общем даже в России трудно найти времена, когда была такая конфигурация власти. То есть есть некое сообщество партийных бонзов, в партийных смысле неформальных какого-то синдиката, которые вообще могут либо иметь не относящиеся к делу официальные должности, либо вообще не иметь никаких официальных должностей, у которых есть реальный вес политический, у которых есть ресурс, назовем так. То есть есть некое сообщество людей с ресурсом, объединенных общей сектантской идеологией, которая в том числе в качестве инструмента имеет некую формальную государственную власть, которые что хотят, то и делают. Вот эти люди выстроили теперь все русское общество по образу и подобию своего сицилийского синдиката. И без войны сделать это было невозможно. Поэтому вот, собственно говоря, они построили русский мир по образу и подобию своему, заплатив за это войной. Сейчас вопрос состоит в том, могут ли они эту войну закончить в какой-то такой точке, которая сохраняет стабильность их власти, или они вынуждены будут самоубиться до конца. И тут мы опять возвращаемся как раз к вопросу компромиссов возможных. И я вас хотел как раз спросить, возможен ли вариант, при котором через те 2-3 месяца, о которых и вы говорите, и другие эксперты, возможно ли, что через это время и Украине, и России будет одинаково выгодно вернуться к границам 23 февраля 2022 года? То есть Украина берет и отказывается от претензий от Крым аннексированный и так называемый ЛДНР. Это возможно или нет? Я очень внимательно слушал вчерашнее интервью Зеленского. Из того, что прямо сказано, похоже, что Украина прямо сейчас готова вернуться к границам ЛДНР на 24 февраля 2022 года. Да, я даже могу процитировать. Вернитесь туда, с чего все началось. И там мы попытаемся решить вопрос Донбасса. Один затык. Потому что дальше следует некий пассаж, который обнуляет сказанное. Потому что пассаж этот сводится к следующему. Что Украина готова это сделать только через референдум. который может состояться только после того, как войска будут отведены. То есть в условиях полного недоверия, условиях полного недоверия сторон друг к другу, в котором Украину трудно обвинить, это не работающая формула. Потому что формула звучит так. Вы сейчас под наше слово отводите войска, после чего мы обещаем вам вынести вопросы, которые мы согласовали на референдум. То есть совершенно понятно, что ни при каких обстоятельствах этого слоника Путин, даже при всем масштабе его пропаганды, а, не продаст, б, не захочет продать. То есть, соответственно, сейчас вопрос скорее действительно состоит в том, кто может быть тогда гарантом. Вот понимаете, это вообще разговор начинает напоминать мне классику жанра 90-х, стрелку двух бандитских группировок между собой, когда ключевой вопрос, кто гарантирует. Нет такого вот сегодня смотрящего над Европой и над миром, который обладает одинаковым авторитетом для России и Украины, который, можно сказать, хорошо, братаны, я, кажется, гарантирую, потому что нет ни у кого этой власти. То есть на сегодняшний момент вопрос сводится скорее даже уже не к тому, что спор идет по территориям. Спор упирается в процедурные вопросы. Что впереди? Лошадь или телека? То есть, насколько я понимаю, позиция Москвы состоит в том, что все должно быть обещано им до отвода войска. Позиция Украины состоит в том, что они могут все обещать только после отвода войска. И здесь я вижу главный затырк, и поэтому прольется еще достаточно много крови, когда этот затырк удастся разрешить. Потому что не спор о том, в каких там территориях. Понимаете? Вообще эта война начиналась не из-за территории. Она... Цель войны этой была вся Украина. Поэтому уже Путину абсолютно все равно, какой клок территории он унесет, это все равно для него будет не достижение цели войны. Но тогда как вы относитесь к тому, что, например, вчера начальник главного управления разведки Украины Кирилл Баданов сказал, что по его данным Россия может готовить в Украине так называемый корейский сценарий. То есть разделить страну надвое. На условные Северную и Южную Кореи, ну или Восточную и Западные Украины. Это говорит официальный представитель разведки страны. Это возможный вариант? Там есть целый набор промежуточных сейчас сценариев, которые делаются на коленке. То есть был план А. Этот план А, мы входим, чепчики взлетают в воздух, Украина рукоплещет, Медведчук сносит власть в Киеве, русские десантники проходят 18 марта в парадных мундирах по Крещатику, из подмосковной дачи привозится приведенный в порядок и протрезвевший Янукович, и Украина превращается в Белоруссию 2.0. Этот сценарий оказался нерабочим. Значит, второй как бы сценарий мечты, то есть мечта 2.0, это определить какую-то линию, желательно как бы подальше, там, допустим, по Днепру, там, по Карпатам, куда отжать те куски Украины, которые, допустим, не удастся поглотить, сказать, ну ладно, там сидите, медленно умирайте без ресурсов, мы вам все равно всю экономику уничтожили, и вот все то, что я сказал в первой части, установить на ограниченной территории, ну достаточно большой, то есть где эта территория, понимаете, это решает нежелание какого-нибудь стратега, там, сейчас в Совете Безопасности, а штык, вот русский штык и украинский штык, и вот они решают, где эта линия. И, наконец, условно говоря, там, следующая линия, это называется умерьте свой аппетит, то есть эта линия идет не под Днепру, там, и Чернигову, и так далее, а где-то по линии Крым, Херсон, Мариуполь, которые они все никак не могут взять, и, то есть, там обеспечивается кусок, скажем, который позволяет сделать проход между Крымом и Донецкими республиками, объединить в какую-то там ублюдочную Новороссию, и решить, условно говоря, проблему Крымского водоканала. Это как бы вот следующая линия. И, наконец, самый как бы уж такой недохнать так согреться, вариант, при котором ограничиваются тем, что вот где сидели, там и сидим, но просто уже каким-то образом легитимизировали трофеи 2014 года. Понимаете, этих как бы сценариев, их миллион, понимаете, все они предполагают, что какой-то кусок Украины, который был аннексирован в 2014 году, который аннексирован сейчас дополнительно, или который они предполагают аннексировать больше, будет от нее отхвачен, и Украина примет во избежание большего количества жертв, и во имя достижения какого-то мира на какой-то срок эти условия. Гадать сегодня, что именно смогут сделать на фронтах обе армии, я не берусь, это абсолютно гадание на кофейной гуще, я могу только сказать, что да, это абсолютно подвижная линия, которая будет ходить вперед-назад, зависит от успеха на фронте. И поскольку украинцы пока чувствуют более-менее уверенность в своих силах, они не чувствуют себя психологически припертыми к стене, когда они должны соглашаться на все. Понимаете, вот это самое большое удивление, скажем, месяца марта. Посмотрим, что будет в апреле. И последний вопрос, если позволите, хотел бы вам спросить, опять процитировать вас. Вы пишите, что мы являемся свидетелями катастрофы такого масштаба, который не предусматривает никаких длинных сценариев развития. Все будет происходить очень быстро, в пределах нескольких ближайших лет, а может быть, в пределах нескольких месяцев. Это вы пишете относительно ситуации в самой России. А что будет после этих нескольких лет или нескольких месяцев, когда... Есть два сценария. Быстротекущий кризис и отложенный кризис. Быстротекущий кризис это кризис тех крайностей, о которых я говорил, когда военная ситуация развивается катастрофически либо для украинской, либо для русской армии. Такая ситуация опасна тем, что возникает очень большой соблазн на истеричное самоубийственное действие. А именно применение оружия массового поражения, прежде всего ядерного. Потому что в общем и целом если Россия побеждает, совершенно понятно, что победа России приводит к замораживанию удушающих санкций, их стабилизации, то есть в общем даже нарастания. При этом понятно, что у Европы другого варианта, кроме как замещения в течение года приблизительно нефти и газа из России на европейских рынках нет. Соответственно, это будет такое мощное выпадение доходов, которое переведет страну совершенно в другой режим жизни. Это будет медленное подыхание экономики, образования, культуры. То есть Россия реально будет превращаться в очень-очень большую Северную Корею. Соответственно, этот сценарий, который будет требовать от Кремля еще более истеричных попыток выскочить из этой мышеловки, то есть переходить к большему и большему шантажу, а больше шантаж это угроза уже ядерным оружием территориям входящего НАТО. То есть это очень нестабильная ситуация и она потребует в этом случае от элит, как бы элиты будут поставлены тогда в другую позицию, чем сегодня. Вот сегодня эта позиция может быть мы умрем, может быть мы не умрем, мы можем потерять в деньгах, но в принципе и так можно жить. То есть тогда ситуация будет такая, что все поставлены перед разбитым зеркалом, в котором уже ничего кроме черноты не видно и что так смерть, что так смерть. Это другие решения. А вот в этом случае ситуация будет развиваться очень быстро, когда я говорю, что она в течение месяца будет развиваться. Потому что вечная этой войны, как в 2013 году, когда годами будет жечься этот ресурс, это сейчас не те технологии, не то время. И второй вариант, если будет достигнут все-таки компромисс. Если будет достигнут компромисс, он безусловно будет продан в России как эпохальная победа. Но эффект этот, он через несколько месяцев потихоньку замылится. Элиты на самом деле напуганы. Они напуганы, фигу в карман положили, и у них начнется процесс и брожения, которые через год-два во что-то выльются. В подполье, понимаете? Поэтому я говорю, что Россия сдвинула огромный камень на верхушке горы. То есть камень этот уже будет падать. Вопрос только в том, что он полетит или он покатится. Если он полетит и сорвется, это дело месяцев. Если он покатится, это дело нескольких лет. Ситуация, которая была до войны, когда камень может лежать там десятилетиями, этой ситуации я уже не вижу.